МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость – это Сергей Якубовский, экономист. Несмотря на то, что вы экономист, вы на темы политические очень взвешенные комментарии даете. Но вот после выборов в Америке, в Соединенных Штатах Америки, предположительно побеждают Дональд Трамп для Украины. Чем чревато? Ну и поговорим, конечно, о его Хиллари Клинтон. Добрый день. Ну, понимаете, экономика, она определяет все, что в Украине, что в США. Поэтому я думаю, что и выборы в США будут определяться экономикой. Это, кстати, на моей специализации. А теперь, кстати, на выборах. Почему выборы в Соединенных Штатах привлекают такое внимание в Украине особенно? Потому что, я думаю, многих украинцев не покидает дежавю. Потому что в 2010 году у нас в стране была ситуация практически такая же, как сейчас в Соединенных Штатах. Тоже было два основных кандидата. Один мужчина Янукович, другая перспективная женщина Тимошенко. И многие в Украине считали, что, скорее всего, победит Тимошенко. Но Янукович все же, если параллель проводить, как-то более выглядит внушительно и солидно, нежели Дональд Трамп. Согласитесь. Ну, знаете, у него тоже были моменты определенные. Там это яйца падало и так далее. Но чем интересна параллель? Потому что, с точки зрения здравого смысла, казалось, что победить должна была Тимошенко в Украине. Она умела договариваться и с Европой, и с Россией. Плюс все-таки она была более респектабельная, чем человек, у которого было две судимости. Но в самый последний момент все ее сторонники из числа мужчин-политиков, которые могли помочь стать президентом, это и Ющенко, и Яценюк, и Порошенко, и Тихибко, вдруг испарились. Потому что женщина. Потому что женщина. Потому что женщина. И мужчины-политики очень не любят женщин-политик. Почему? Потому что обычно женщина-политик – это успешный человек. Если взять, например, европейские страны, то практически все премиумиалисты женщины добивались успеха. Что в Германии, что в Великобритании. В общем, мужчины боятся конкуренции. Сейчас самый сложный момент в Великобритании. Она выходит из ЕС. Кто стал премьер-министром? Женщина. А когда-то, 20 или 30 лет назад, Маргарет Тэтчер. Поэтому мужчины-политики, которые сейчас поддерживают Хилл и Клинтон в США, и говорят, да мы как Трамп, он же без образования. То есть вам кажется, что у мужчин-политиков это исторически сложилось, такое ощущение отношения к женщинам-политикам? Или это все-таки какой-то физический, природный… Нет, это здравый смысл. Дело в том, что победить умную женщину-политика практически невозможно. Да, и как, скорее всего, Юлия Владимировна Тимошенко еще где-то будет фигурировать в Украине, так и Хиллари Клинтон. Это первый фактор. Мужчины понимают, что они проиграют в случае победы Хиллари Клинтон, потому что ее не обдуришь. Она на уровне женской интуиции понимает мужчин-политиков так же хорошо, как и всех остальных мужчин. Второй фактор немаловажный, почему может все-таки победить Трамп, как в Украине. Большая часть простого населения проголосовала за Януковича, потому что он ближе, он проще, он понятнее, он свой человек, тем более, зная его историю. То же самое с Трампом в Соединенных Штатах Америки. Он иногда говорит откровенные глупости с точки зрения здравого смысла. Но простой американец, который, в общем-то, нигде особо не учился, он видит человека, который говорит простым языком, понятным, поэтому Трамп... Что думает по поводу Дональда Трампа журналист-международник Тарас Паню? Мы узнаем прямо сейчас. Тарас, вы на связи со студией. Здравствуйте. Добрый день, Астин. Ну вот хотелось бы сразу у вас узнать, чем чревато для Украины президентство Дональда Трампа, особенно в свете его последних высказываний о том, что если он станет президентом, он пересмотрит решения по поводу санкций в отношении Российской Федерации и, возможно, даже признает Крым российским. Ну, на самом деле, мне кажется, что никаких таких верных последствий не тратится. Как уже было сказано перед мной, Дональд Трамп очень часто говорит то, что хочет от него почувствовать, и это играло с ним злый жар. Власне, если посмотреть записи этой разговоры, где он это сказал, в меня особо вкладывается вражение, что он не до конца понимает, про что идет это, и говорит на вманьях. И, безумовно, когда он займет, если он займет посаду президента Соединенных Штатов Америки, никаких реальных, значных изменений в внешнеполитичной позиции США не будет. Но, безумовно, все будет не так хорошо и легко. Потому что, с другой стороны, его хаотические и популейские заявки на стадии выборчей кампании дезорганизуют и дезорієнтуют союзников США, дезорієнтуют блок НАТО, который, по сути, он пригрозил из города, отмоливши військовые поддержки союзникам США. И, как бы, эти хаотические заявки очень сильно уменьшают внешнеполитичную эффективность США в момент его оборудования и повернутысь до своего нормального уровня. Она сможет только за много месяцев, если не годов, когда союзники понимают, что все это было не больше, чем разговоры и популейзм. Тарас, а для Украины президент Хиллари Клинтон. Как вы ее видите? Насколько повлияет это на отношения между Соединенными Штатами и Украинами? Насправді, кандидатура Хиллари Клинтон была бы, безумовно, для Украины оптимальна, потому что она, пачественная, в конце концепции России и имеет большой и потужный опыт политики поддержки России. В основном, в период перезавантажения стосунков, так званого на ранних этапах президентства Обами, Хиллари Клинтон отгукнула все песни скептично и завела в Москве славу очень жесткого переговорника, который не ведется на разговоры про мир и демократию, а смотрит на реальный состояние вещей. А вот ваш прогноз все же, кто будет президентом США следующим? При том, что их уровень робота, которым, кажется, это недостаточно. А Трамп, так и говорит, что все зрозумели и приятные им речи и обещают сосредоточиться на экономике, на социальной сфере, на помощи бедным американцам. Он имеет очень большие шансы завоевать сейчас популярность, и он это активно делает. Тарас, спасибо за вашу позицию, спасибо, что нашли время и включились в работу нашей студии. Телезрительным напоминаю, журналист-международник Тарас Панё был у нас на связи, говорим о грядущих выборах в Соединенных Штатах Америки. Нет, ну а вам как кажется? Действительно ли американцы устали, что они выступают в какой-то роли полицейских международных? Я не думаю, что они от этого устали, но они устали от Уолл-стрит, устали от американских политиков, которые говорят одно и делают другое. Вот Трамп, я в принципе... Но о Трамп же говорит, как вы говорите, не обдуманно. Не обдуманно, не обдуманно, зато понятно. Но он развлекается или развлекает? Нет, это его стиль жизни. Или это и риторика такая? Это его стиль жизни. Человек, который особо не разбирается ни в экономике, ни в валютном курсе, ни в геополитике. Нет у вас такого ощущения, что Трамп – это вот некий протест американцев, вот такой молчаливый протест? Я думаю, что это не молчаливый, но протест. Я согласен, вот как раз протестная часть американского электората, которая просто устала от этих таких напудренных, накрахмаленных, аккуратненьких политиков, которые говорят умные вещи, непонятные для кого, они могут проголосовать за Трампа, потому что он свой, как опять-таки, когда-то для многих был Янукович. Ну да, у него такой имя, что своего парня, который рубит правду. Да, это одно и то же. И Америка может, к сожалению, закончить так же, как Украина по Януковичу, потому что Трамп, не понимая ничего ни в экономике, ни в валютном курсе, ни в геополитике, будет вынужден прислушиваться к мнению других людей. И кто будет управлять Трампом? Ближайшее окружение. Есть какие-то версии? Конечно, ближайшее окружение. Ну, кто будет этим ближайшим окружением? Ну, вот кто? Как они будут? Это неизвестно. Кто управлял Януковичем? Скажите, пожалуйста. Почему он метался туда-сюда? Нет, у него был там ряд покровителей. Ну, и чем он закончил? Всем известно. Да, да. Эти покровители очень быстро потом от него отказались. Поэтому вот опасность заключается в том, что он будет говорить таким же языком, понятным, если станет президентом. Кто будет управлять страной, особенно в сфере экономики, абсолютно непонятно, потому что Трамп... Для Украины все же кто лучше, Трамп или Клинтон? Для Украины однозначно ситуация ухудшится. Почему? Если будет. В любом случае, кто бы не станет местом президентом? В любом случае, в любом случае ситуация отношения к Украине станет значительно жестче. Почему? Потому что Обама стал заложником той политики, которую он проводил в 2014 году. Но Обама поддерживает Хилдари Клинтон. Обама поддержал революцию достоинства в Украине, как, в общем-то, европейский лидер. И теперь он уже вынужден для того, чтобы сохранить лицо, делать вид, что все в Украине относительно хорошо, несмотря на то, что показывает по американскому телевидению. Именно поэтому Трамп сказал про Крым и про Россию. Потому что обыватели американские, они не столь глубоко понимают ситуацию. Они видят картинки из Украины, видят уровень коррупции в Украине, видят, как американские деньги раскрадаются в Украине. И Трамп говорит, а мы же разберемся с Украиной. Ну там по Крыму, например, он говорил, что это не проблема Соединенных Штатов, он вообще против вмешательства Соединенных Штатов, и этим должна заниматься вопросом Европы, по его мнению. По его мнению, да. И это нравится просто американцам. Касательно Крыма, ну конечно нравится. Почему Америка должна, мало того, что она в Ливии, в Сирии, в Ираке, в Афганистане. А вот риторика, что Обама слабак, это вот на контрасте с ним сильным или с кем? Я полностью согласен, что в внешней политике Обама, к сожалению, вы абсолютно правы, слабак. И в общем-то Соединенные Штаты за последние... Это не я, это Дональд Трамп прав. Я так возможно не считаю. Да, да, вот тогда, кстати, Хилари Клинтон была государственным секретарем, то была какая-то политика, какая-то стратегия у Соединенных Штатов Америки. Кстати, Соединенные Штаты очень хорошо договаривались с Россией. Тогда был Медведев президентом. И Хилари Клинтон, и по поводу Грузии договорилась, и по поводу Ливии, когда Россия поддержала. Сейчас мы можем уйти далеко в историю. Хотелось бы понять, вот в рамках нашего разговора о предстоящих выборах в Америке, если все-таки Трамп, насколько плохо, три тезиса, и если Хилари Клинтон, насколько плохо, или хорошо, или не так плохо, тоже три тезиса. Значит, если победит Трамп, плохо будет всем, особенно в Европе, в Юго-Восточной Азии, потому что человек абсолютно непредсказуемый и совершенно непонятно, какую, прежде всего, экономическую политику начнет проводить. Это будет зависеть от его окружения? Это будет зависеть от его окружения, и насколько он захочет доказать и воплотить те тезисы, о которых он говорит. То есть, вполне возможно, он решит снизить налоги для бедных, вполне возможно, он займется денежной эмиссией, как, в общем-то, у нас часто в Украине. То есть, популизм, он опасен для экономики. А учитывая, что от доллара и от политики США зависит, в общем-то, весь мир, то здесь непредсказуемость политики в США может нанести ущерб. Сейчас мы узнаем, что думает, наверное, небезызвестный вам Денис Яковлев по этому поводу. Через две минуты он появится в этой студии. Вас благодарим. Приходите к нам еще обязательно. Через две минуты возвращаемся с новым гостем, но с этой же темы. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова